Доброе весеннее, прекрасное теплое утро. Надеюсь у вас теплее. Отвела Полинкушку в Kids Club. Сегодня No School Day, а у них там какая-то конференция учительская. Я думаю, сегодня нету. Я в кроссовках, но в теплой курточке иду. Так что да, ребята, можете поздравить нас. Я не знаю, мы вчера заполняли эту анкету на обучение. Нам еще нужно определенное количество часов от работы, чтобы тебя послали на обучение. Но это уже такое, как раз будет возможность подтянуть английский у Сережи. И все равно зарплата еще повышается. В анкете была написана новая зарплата, но она с 22 вроде как апреля, потому что анкета датирована на 22 апреля. Не знаю, когда, когда там всем переподпишут и что будет. Ну вот пришло письмо, что поздравляем. Были приняты, значит уже заполнить анкету вернуть обратно, и потом как бы и дальше будут дальнейшие инструкции от HR. Спасибо, девочки, большое. Я у нее запрашивала письмо от работодателя, которое нужно для подачи на пиар. И она его составила, составила, опять-таки спасибо ей большое, она составила все как надо. Мы скидывали образцы, и она все-все-все написала, все указала на бланк официальной компании Сережкиной. В общем, нормально. Сегодня у них какой-то сокращенный день, они работают, по-моему, до 12 и едут. У них какое-то мероприятие. Значит, там будут, наверное, не поздравлять, а здороваться с новыми сотрудниками. И какая-то будет компания, информация, а потом у них будет, ну, типа, как небольшой такой легкий фуршетик. В общем, там была встреча с руководством. У них уже такое было. Так что, сегодня Серега на работе до 12, и они едут туда. В эту, я не знаю, как это называется, где у них там встреча. Ну, в общем, они туда едут. Вот. Дождались. Ну, надо же теперь английский. Надо английский подтягивать, потому что, допустим, полгода ты работаешь как ученик, потом тебя отправляют на обучение. Ну, и после этого нужно звать экзамен. Ты-то можешь быть, можешь все понимать, а сказать. В общем, надо ему подтягивать английский, ну, как бы, что время есть еще у нас. Ну, там, по-моему, чуть больше, чем в 6 месяцев. Там, по-моему, 7 месяцев. Ну, по часам там получается, по-моему, 7 месяцев нужно в статусе ученика поработать. В общем, такие у нас изменения. Я же говорю, у нас еще есть одна новость, но я попозже расскажу. Не сейчас. Буду бежать на остановку, потому что у меня же замерзли руки. На улице минус 2. И очень приятная погода. У нас сегодня тоже пятница. Я буду полностью в миграционном центре весь день. Я надеюсь, что мне скетсклада не позволят, ничего не скажут, поэтому буду... Буду там весь день. Так что, хорошего вам настроения, теплой погоды. Берегите себя и увидимся с вами скоро. Пока. Привет из самой солнечной провинции. Мы сегодня чуть-чуть раньше, в 4.05 я вышла вот из автобуса иду. Сегодня моя нотариус заканчивает обычно в 3.30. И я от нее уйду к другой нотариусу. И сейчас еще до полпятого с ней сижу. Но другая нотариус сегодня ушла чуть раньше, поэтому мы в 3.30 с девочкой собрались вместе с моей нотариусом и пошли. Чего там сидеть, пятница? Сережка на собрании. Он мне писал. Мы с девочкой сегодня ходили пить кофе. Вкусный кофе был. И решили взять типа по шаурме, типа, 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 типа. Ну, мы так думали, что мы берем шаурму. Но это оказалось непонятно что. И мне аж дурно. Оно у меня там стало. Фу. Я сейчас приду, выпью таблетки, потому что мне аж божьло. А как вспомню, что я ела, у меня аж божьло. В общем, вот так вот прекрасно прошел наш день. Но, правда, приходила клиентка к моей нотариусу. И они там оформляли документы, в общем. И она угостила нас булочками вкусными. Вот та булочка была вкусная. А Тим Хортенс нет. В общем, я поняла. Я больше не пойду туда. Разве что мой максимум это кофе. Фух. Еле доехала. Еще меня в автобусе слегка подукачало. Потому что он так не очень хорошо едет. Газ тормоз. Газ тормоз. Это резко. Я не помню, зачем. Думаю, зачем ты набираешь скорость, если ты и так... У тебя каждой остановки здесь... Через каждые два метра эти остановки. Что ты там гонишь? Куда ты едешь? На каждой остановке... Например, сейчас пик. Люди идут домой. Практически на каждой остановке кто-то выходит. Кто-то садится. Нет. Он газ тормоз. Газ тормоз. Прейтся его, ну понимаете. Фу. Так я иду дышу. Такие тучи. А я прихожу сегодня после школы. Отвела шпалинку, прихожу. А мне мой нотариус... Мэри Крис. Мэри Крис. Мэри Крис. Двадцать пять центов я буду покупать солоденьки. Ага, ну хорошо, на тебе. Двадцать пять центов, покупай себе солоденьки, хоть дитё сходит, развлечётся, а то я хотела что-нибудь вкусненького в итоге. Только вот это расстройство получила. Расстройство расстроилось, короче. Слышное расстройство. Новостей никаких. Даст Бог завтра всё будет хорошо. Наверное, сходим с Полинкой в бассейн. И всё. Сходим в бассейн. Поплаваем. Серёжки на работу на два. На два часа. Ну, завтра поспим. И кто куда. Мы в бассейн, Серёжка на работу. Ну, собственно, и практически день прошёл. В воскресенье тоже самое. А потом опять понедельник начинается. Ходила... Я не помню, я рассказывала или нет. Ходила Полинка в понедельник от Ницца на занятия. Они мне написали, что это Ницц проводит для наших ребят, для наших деток занятия в школе. Там оно идёт два часа с трёх тридцати до пяти тридцати. Значит, они там будут с украинским сопровождением. Ну, значит, работа с эмоциями. Ну, в общем, всякое такое. Только по понедельникам до конца учебного года. Ага. Поля говорит, иди. Ну, у неё как бы хорошее воспоминание про Ницц. Ей нравилось в Ницц ходить. Но это же не то же самое. И это мне понравилось. Скучно было вот сейчас на занятия. Она говорит, я не хочу туда больше идти. Я пойду в Кицклаб. В общем, мне нужно написать понедельник, что Полинки не будет, потому что ей не понравилось. Скучно. Они там сидели. Ничего интересного. То есть в школе ей нравится даже больше, чем вот это они были на вот этой штуке. Я не знаю, как называется. Занятия. Занятия, не занятия. В общем, не зашло ей. Она говорит, мам, школа интересна. Кицклаб интересна. А вот туда больше не пойду. Я говорю, ну ладно. Не пойдёшь. Так не пойдёшь. Вот такие дела. Сходила разок. Подрастроилась. Немножко. Зимушка-зима. Всё нас не оставляет в покое. Сука, уже весна начиналась. Раза четыре. Если не больше. И всё, всё никак. Всё, котики. Пошла я домой. Потом уже Кольку постимаю. Как у неё прошёл день. Расскажу вам. Или она расскажет. Ой-ой-ой-ой. Пойду проверю почту. И пойду домой. Увидимся с вами. Спасибо.